Всем привет, ребята, с вами Иванушка, и хочу, прежде чем как начать ролик, хочу сказать о том, что ролик почему-то, точнее, ОБС почему-то не записал мой голос, поэтому это видео будет скорее о том, как я повествую, что тут происходит, нежели как я комментирую. Потому что спасибо за активность, вы набрали кучу подписчиков, лайков и просмотров на последнее видео по Холлок Найту, и кучу подсказок мне написали, и мне миллиарды людей еще написали о том, что это не босс, я уже понял, мне уже столько людей об этом сказали просто. Итак, ролик начался с того, что я пошел в магазин и начал объяснять о том, что мой друг, который прошел Холлок Найт уже, или не прошел, я не помню, сказал мне, что не покупать красные метки и синюю, которую я купил, а покупать все остальные метки, которые мне показывают, отмечаются на карте, а не мне самому, нужно их открывать. И я пошел фармить, а именно убивать мобов, там всякое такое. Ну, значит, я такой убивал, убивал, убивал. Кстати, ребят, напишите в комментариях, когда, вот для чего вообще этот мост нужен, зачем он, почему не падает, почему вообще зачем, или мне по сюжету потом скажут, или я по сюжету паду, напишите в комментариях, чтобы я знал. Значит, как накопил я первую сотню скраба, я не знаю, как это можно назвать, я отправился в магазин и купил, купил горячий ключ, так как считал, что это что-то прям очень полезное, но потом понял, что это штука, которая обозначает места, где можно восстановиться. Помните, в одной серии, точнее, в прошлой серии, я пришел к какому-то фонтану, типа, или озеру, вот как раз-таки эта метка обозначает эти места. Ну, значит, я как-то ходил в фарме, получал тупой урон, и потом пошел к одному месту, вспомнил это место, где было два прохода, в одно из которых я пошел, нашел сокровище, а в другое я не ходил. Вот и решил сейчас узнать и пойти, что же там находится. Вот так вот. Да, кстати, я в этом месте столько пытался найти ребенка и до сих пор не нашел. Ребят, напишите, пожалуйста, где он? Я слышу его звуки, но найти его не могу. Как же я был чертовски рад, когда нашел этот рычаг и, наконец-то, открыл двери, и у меня был проход. Взглянув на карту, я нашел два прохода. Первый проход был очень темным и тупым, где я чуть не получил тупой урон. А второй проход был, как я понял, где находится босс, который я хотел пойти еще самой первой серии. Ну и нежеланные гости меня тут тоже ждали. После расправки с ним я решил пойти дальше и следовать эту боссовскую локацию. И вот начал я как-то забираться, забираться, а потом случилось следующее. И да, как я понял, это первый босс, который, в принципе, будет сражаться или первый босс в игре. И да, как я понял, это первый босс. Продолжение следует... Продолжение следует... а Не сказать, что бас был прям сложным, но попотеть мне всё-таки пришлось. Сначала я думал не убивать его, но так как он никуда не шёл, наверное надо было больше подождать, я его убил. Пишите в комментариях, для чего герб города, да. После же я нашёл сундук сказ с сокровищами, а потом нашёл какую-то фигню и меня куда-то телепортировало. Потом я нашёл какого-то тёмного старика, и начал с ним болтать, и приобрёл новую способность, и наконец-то мог использовать свою магию кроме лечения. Сначала я подумал, что мой старик меня обманул, но потом я всё понял. По его словам, мы заснули от сильной энергии, и он тоже, походу, тоже решил вздревнуть, когда смотрел на нас. Но не решил нас отпускать, так как какой-то там монстр мешает им жить. Нам придётся их убить. Даже я пытался умереть, но я всё равно не мог выбраться. Ну что ж поделаешь, я ходил, убивал, и... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Первую серию я пытался его убить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, тупой молл. Я пришёлся убивать не один раз. Но всё-таки у меня получилось его убить. Субтитры сделал DimaTorzok Как я понял, ловец душ даёт нам больше маны для нашей души, которая позволяет нам стрелять и восстанавливать хп. После же этот старик меня всё-таки отпустил. После же увидев баланс, я сразу же побежал домой, чтобы сразу покупать метки для карт. Но по дороге домой я увидел какую-то записку от картографа, которая всё время сидела, написывала карты. Ах, папа надо. Я купил всё, что хотел, кроме этой красной метки, так как она была практически бесполезна. Ну, можно сказать, цель ролика выполнена. Но что дальше? Чтобы путешествовать и посмотреть, что же есть внизу Грязьмута, что я могу ещё ценного найти. А, кстати, помните этого чувака, который стоял и с нами разговаривал? Так вот, он куда-то ушёл. Помните ту комнату, в которой я открыл ворота? Так вот, там внизу был проход, и я решил туда пойти и нашёл какую-то клетку. Не был рычаг и не открываемые ворота. Вниз я не мог прыгнуть, вверх тоже, осталось только идти назад. И дальше исследовать подземелье. Отправившись в противоположную сторону, я нашёл это. Да, это тоже был босс. Но это была матка жужжей каких-то. Из-за неё мне пришлось тысячу раз умирать от неё, тысячу раз понимать, как от неё уклоняться. Но в конечном итоге. Да. Гребенда. 1-2-2-3-2-3-4-4-4-5-5-6-6-7-8-7-8-7-7-8-8-8-9-8-8-9-7-8-8-8-8-8-9-8-8-8-9-8-8-9-8-9-9-8-9-8-7-6-7-8-9-8-9-9-8-9-9-8-9-8-8-9-8-9-7-9-9-9-9-8-9-8-9-8-9-8-9-1. Продолжение следует... Я смог ее убить. Но... Меня тоже что-то убило. А что? Смотрите. Из-за этого незнания... Мне пришлось бежать снова обратно в подземелье. Отправившись в путь, который преграждал матка, я нашел какого-то мелкого жучка. Оказывается, этого жучка зовут Слай, который заблудился и просто взял и заснул. И это был тоже торговец. Продолжение следует... Причем как отправляться дальше, точнее наверх. Я решил отправиться опять же таки вправо. И я не смог запрыгнуть. Скорее всего, не должны были дать... Ну, скоро дадут по сюжету двойный прыжок. Поэтому я туда до сих пор не могу добраться. Вот он, такие высокие... Наверх... Ну, такие высокие горы. Продолжение следует... Это, оказывается, был один из самых полезнейших, но и очень дорогих товаров торговец. Мне продавались какие-то мас... Ну, какие-то части масок, я фиг знает для чего, не напишите в комментариях. И то, что нужно в бою. И то, что нужно будет открыть тот дом. И какое-то говняное яйцо. И у него есть столько всего даже для боя. Я просто в офиге. В конечном итоге я купил бесполезнейшее яйцо. И купил часть маски. Ну, а потом отправился опять ко торговцу, который нужен для карты. И по приколу потратил последние 100 монет на красную метку. Ну, что ж, ребята. Вот такая получилась серия. К сожалению, звука не было. Но, всё равно, я смог всё это записать. С вами был я, Иванушка. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok